Я опять сейчас предложу вам непопулярную игру. Давайте. Но мы же по-честному говорим. Давайте мы поговорим о том, ну все равно понятно, что война рано или поздно закончится. И понятно, что она закончится переговорами. Давайте теперь подумаем, на что может пойти Украина? Даже не так, сначала Россия. На что может пойти Россия при переговорах вот на сегодняшний день? И на что может пойти Украина? И на что может пойти Объединенный Запад? Вот три позиции. Начинаем с России. Начинаем с России. Россия не может пойти и никогда не пойдет, добровольно я подчеркиваю, согласившись, на то, чтобы Украина обрела полноценный суверенитет. Что это значит? Вступление в НАТО. Если Россия, даже откусив 20 или больше процентов территории Украины, соглашается на то, что оставшиеся 80 процентов самостоятельно определяют свою судьбу, да, ну это Киев, Центральная Украина, Западная, часть Восточная, часть Сумы, Чернигов, определяются в НАТО, это означает, что Россия проиграла войну окончательно и бесповоротно. Те куски, которые она сумеет отгрызть там и оставить за собой, она их рано или поздно потеряет. А Финляндия ушла в НАТО? Ничего? Стала под Питером? А Швеция? А вот по Украине пунктик такой, что его Москва для себя не допускает. Возможности такого размена. Это важно понимать, потому что и в Украине, на Западе тем более, некоторые рассуждают резонерски. Ну это опять реалполитическая позиция, кстати, Трамп ее придерживается. О том, что, ну погодите, ты же получаешь 20 процентов, что же ты захватил? Что тебе еще надо? Да, с Крым. Ну нормально, оставляешь себе, а уж оставшуюся часть, пусть она хоть в НАТО, перената и так далее. А Трамп так думает? Я думаю, да. И он скажет, если придет, он скажет Путину так, так и так. Да, а за это мы тебе отменяем санкции. Да. А если ты на это не соглашаешься, что оставшаяся часть Украины в НАТО, то мы тебя сейчас всем оружием. Говорят, что так. Он в тайм дал интервью, как раз по поводу вопроса Украины, он назвал два совершенно взаимоисключающих условия этого плана, сам Трамп. Он говорит, нужно поставить условия Украине, что мы будем поставлять вооружение только, если Украина согласится в конечном итоге на переговоры. Но одновременно с тем, мир будет на таких переговорах у заключенных только в интересах Украины. Только то, что одобрит она сама. Ну, это же противоречие. Да, да. Ну, а как Украина одобряет совершенно понятные для себя условия, при которых она продолжает существовать как государство, ну и, конечно, возвращает свои территории. Как же ты можешь перестать ей поставлять оружие, если она добивается именно этих целей? Ну, понятно, что это может и риторика словесная, предвыборная, быть убедительным, сказать, что мы отличаемся от Байдена, который ничего решить не может, но тем не менее... Мы это решим за сутки. Да, но тем не менее, Москва никогда не откажется от того, чтобы отпустить Украину, даже старшуюся частью, в НАТО. Ну, мы понимаем, это НАТО, это Запад, это окончательный разрыв с Москвой. Это по положению на сейчас. Во всяком случае, я не очень понимаю, как оно изменится, потому что, если, повторяю, оно изменится, если хотя бы часть Украины, 80%, уходит в НАТО и ЕС и со всем набором, и здесь появляются базы НАТО, то эти 20% рано или поздно вернутся в Украину. Надо на это соглашаться. Ну, я бы сказал так, для этого общественное мнение должно это решить в Украине. Референдумом ли, чем-то еще, но это не вопрос Зеленского, потому что возлагать это на Зеленского, а ты возьми на себя ответственность. А зачем ему это делать? Он выборный политик. Нет. Вот пусть население это решит для себя, если эти условия твердые. Без всяких отможенных статусов. Теперь, что касается... Я прошу прощения, если завтра Крымский мост разнесут в дребезги, ударят по Крыму по всем военным базам и тупо зайдут в Крым, Дальше что? Если такое произойдет, то ситуация пойдет самым непредсказуемым образом внутри России. Внутри России, потому что это меняет все. Вы пытаетесь захватить Вовчанск, а потеряли Крымский мост, и хуже, значит, перешейк, и пошло дальше. То есть это означает такую простую достаточно вещь, что если вы, пытаясь сохранить, пытаясь точнее получить что-то ничтожное в виде каких-то населенных пунктов, деревень и так далее, теряете главное, то это же совершенно тогда теряет вообще весь смысл. Но вы же не исключаете, что это может произойти со дня на день? Это может, если Запад на этом сконцентрируется и даст все необходимые ресурсы. А он может. Только у Запада есть эти ресурсы. Да. Это же вопрос решения Запада, это не вопрос решения Москвы. А вы не думаете, что эти ресурсы Украины уже есть для нанесения удара по Крыму? Ну это всегда загадка. Пока Украина их не применит, или пока Запад об этом не объявит, мы никогда этого не узнаем. Хорошо. Никто не станет с нами делиться этим. Осталось у нас в этом уравнении... Позиция Запада. Запада, да. Ну, Запад, опять же, есть две версии развития ситуации при Трампе и при Байдене. Они в какой-то точке, кто бы не остался у власти, кто бы не возглавил Белый дом, они где-то сойдутся. Эти позиции заключаются в том, что война не может длиться бесконечно. Надо либо договориться, либо довоевать. А что, еще год-два не годится? Это несет такие издержки сейчас для Европы, но с неизбежностью рано или поздно приведет к издержкам внутри самого Запада в целом. То есть в Америке в том числе. Думать, что можно от этого отгородиться, да, мы через океаны, так как мы это обсуждали выше, не получится. И все больше того, что происходит. Почему? Потому что Москва, которая не проигрывает войну, начинает влиять на позиции США как гегемона. Конечно. Это унизительно. Ну, она разрыхляет. Пример. Кто-то скажет, ну, это абстрактное рассуждение. А погодите, давайте Ближний Восток рассмотрим. Вот конфликт в Южном Израиле. Сектор Газа, Хамас, нападение 7 октября, убийство людей, там тысяча с лишним человек, убитые заложники и так далее. Кто-то скажет, ну, это локальная ситуация. Что вы тут вот обобщаете? А погодите, а последующее нападение Ирана за какую-то разбомбленную под вывеской дипломатического представительства в Сирии базы Ксира, значит, нападение, значит, атака и так далее. А если это ядерное оружие полетит, а не вот эти ракеты, шахеды и все остальное? А если ядерное оружие будет применять? Это произошло потому, что Соединенные Штаты вовремя не отреагировали на эти угрозы. Попытались сдержать в предвыборных целях тот же Израиль, проявивший нерасторопность. Я тоже так считаю в известной степени, чтобы решить проблему в корне и немедленно. И это продолжает разрыхлять позицию США, даже если там это до конца не понимают. Завтра такие же конфликты могут возникнуть в Юго-Восточной Азии, в Атажине Тайваня, в Северной и Южной Корее, в Африке, в Южной Америке, часть Латинской Америки. Это может разгораться везде. Кто смеет сказать, что за этим совсем не стоит Москва? Я имею в виду на Ближневосточном театре. Конечно. Они часть квартета международного, они спонсоры Хамас, это очевидно, военный союзник Хамас. Кто поспорит, что Иран не является военным союзником Москвы? Конечно. Кто с этим поспорит? Так тем, что война в Украине продолжается, США теряют свои позиции во многих частях света. Поэтому надо заканчивать. Поэтому надо заканчивать. Чтобы этот губительный процесс будет. Давайте Трамп, Байден, нет, Байден, Трамп. Да. Значит, если будет Байден, с моей точки зрения, поскольку это и будет его второй шаг. Ноябрь прошел. Да. Если он остается в Белом доме, если, подчеркиваю, я не знаю. Или демократы. Или демократы, кто-то на его месте тут называет чуть ли не супругу бывшего Обамы, президента. Потом говорят о губернаторе Калифорнии, но окей. Он такой достаточно левоватый тип, но, тем не менее, если это происходит, что Трамп, то есть, извиняюсь, Байден остается и в его лице демократы, они могут радикализовать позицию для того, чтобы ускорить процесс окончания. Сейчас нынешняя администрация Байдена сориентирована на переговоры и убеждает Киев на то, чтобы эти переговоры провести и на них согласиться. Без предварительных условий. Позиция изменится, потому что нечего терять. Второй срок. Конечно. Ну, в конце концов, тебя не переизбирают, тебе 84 года, ты либо-либо. Как минимум. Как минимум. И создать предпосылки для каких-то дальнейших шагов и, может быть, оставление кого-то из преемников демократов на посту президента, но это загадка. Что касается Трампа. Трамп попытается сыграть в игру в пользу Путина. Он попытается. Сказать, что... А он скажет, а я с ним обо всем договорюсь. Я встречусь с ним, я девелопер, он тоже барыга. Мы обо всем договоримся. У него это не получится. У него это не получится. И по итогу его позиция может радикализоваться. Не его лично, а его окружение. Они разозлятся просто. Они просто разозлятся. Учитывая, кто сейчас приходит. Да. Кто-то приходит из числа рейганистов из республиканской партии в его штаб. Мы это видим. В частности, говорят, что там уже Болтон работает, бывший его союзник национального безопасности, который предлагал, кстати, Мадуру прибить. Да. Из Венесуэла решить вопрос, а когда отказались, он ушел. Да. Он на позиции находится с Саллива. Ему просто очень хочется кого-то прибить. Либо решить вопрос. Да. скорее всего, с высокой степенью вероятности, оппозиция радикализуется в случае отказа Путина пойти на такой какой-то вариант решения. Это тоже приводит к радикализации решения вопроса. Потому что, ну, если так, то тогда так. По обычной логике вот такой дихотомии. Понимая все, бывая в местах боев, разговаривая с нашими защитниками и с российской оппозицией, и с западными политиками, сколько еще, на ваш взгляд, будет идти война? Они не могут себе позволить войну больше двух лет никак. То есть два года вы еще берете, теоретически, да? Это максимальный срок, потому что, нет, я могу ошибаться, я готов посыпать голову пеплом в случае, если мой прогноз опять не оправдается, но я не понимаю, как война в таком масштабе, не так, как это было 8 лет в доне ООС, может тянуться так долго. Ресурс исчерпаем. Он исчерпаем не только материальный ресурс, военный ресурс. В России военная техника уже на исходе. Ну, это тоже, но ресурсы для Запада исчерпаем политического нестабильности, который все время чревато разрастает до мировой войны. То есть два года максимум. Два года максимум. Вы видите возможность окончания войны в этом году? Мне сложно это ответить. Почему? Потому что до ноября невозможно на это. В зависимости от того, кто придет в Белый дом, тогда только можно будет сказать, каков план этого человека, Байдена или Трампа, завершить войну и в какие сроки, и какими средствами. Вы допускаете вхождение западных войск в Украину? Да, это я допускаю. Размещение контингента где-нибудь в Одессе французскую, я допускаю. А в Киеве, а в Харькове? Зависит от ситуации, потому что они попытаются сначала символически продемонстрировать, что Запад в каком-то моменте может вовлечься непосредственно. И если это не сработает, тогда это пойдет дальше. И в Западной Украине зона безопасности какая-то, и в Киеве могут появиться базы. Я бы этого не исключал. Ровно год назад на этом самом месте мы встретили Алексея Арестовича. Помню этого человека. Да, мы еще посидели хорошо, поговорили втроем. Сходили на Михайловскую площадь. А вы его больше не видели с его? Ни разу. С августа месяца прошлого года ни разу с ним не встречался, никогда не списывался. Гроссите? Нет, вообще нет. Совсем нет. А он? Не знаю. Ну, я думаю, что каждый пошел своей дорогой. Это нормально. Люди не обречены все время вместе что-то делать. Он пошел своей дорогой, это точно другая дорога. А я пошел той же, который шел. Вот в этом разница. Ваши дороги могут пересечься теоретически? Ну, понимаете как. Это будет другое качество. Вряд ли можно себе представить дуэт Фея Генаристович. Это уже невозможно. Но, повторяю, для дискуссии, для обмена мнения я всегда открыт. И нам есть уже о чем спорить. Раньше у нас мало было предмета для спора. Очень мало. Пока мы вели программы, наши позиции совпадали почти на 100%. Сейчас они явно различаются. Я видел некоторые последние сообщения, заявления Арестовича. Это сильно отличается от того, что мы говорили в своих эфирах на протяжении полутора лет. Ну, это же очевидно. Вы знаете, приходится слышать, что Алексей Арестович русский агент. Вы допускаете это? Ну, мне не хочется такое верить. Я не думаю, что он русский агент. Он, между прочим, тоже там под статьями в розыске, он террорист и все на свете. Но, понимаете как, плохо, что Алексей Арестович дает повод так думать. Плохо, что он, будучи украинским гражданином и патриотом, не думает о последствиях отдельных своих заявлений, которые складываются в нечто против него. Он уже покинул Украину. А как он собирается в нее вернуться? Дело даже не в том, что он обвиняет власть в коррупции, в непрофессионализме, в неоправданных ожиданиях. Хотя он сам был в этой власти, хоть и на общественных началах, он был в этой власти, понимаете, советником Офиса Президента. Значит, какую-то часть ответственности, ну, морально-политическое, естественно, он несет. Я подчеркиваю, морально-политическое. Он не вовлекался ни в какие-то коррупционные схемы или что-то еще. Но почему ты отделяешь себя после того, как ты в январе 2023 года перестал быть частью этой власти? Это же, ну, как минимум, противоречит тому, что ты заявлял прежде. Поэтому русским агентом я не считаю, но то, что он политик недальновидный, это точно. Поскольку вы с ним уже год с момента нашей встречи не виделись, у вас есть возможность вот в эту камеру что-то ему сказать? Нет, ну, у меня нет для нее никакого послания. Я просто не знаю. Мне, вы не хотите послать? Нет, я не хочу ни плохого, ни хорошего говорить. Он идет своей дорогой. Вот. Но мы в каждом эфире о нем говорим. Хотя это получается, мы ему как-то навязываемся. И у меня нет такого нежелания, нет ни такого, так сказать, потребности. Но он идет своей дорогой. Лучше мы станем свидетелями, к чему она его приведет. Вот это мне кажется существеннее гораздо. Я ему желаю того, чтобы он все-таки на родину вернулся. Мне жаль, что я могу себе позволить ехать на фронт, а он нет. Я знаю отношение к нему в армии, оно плохое. Пусть никто не скрывает этого. Это действительно так. Вот. И мне печально наблюдать, что к этому все пришло. Вот и все. Последний вопрос. Мы с вами находимся в центре прекрасного Киева. Весна. Да. Вот фантастика, правда? Невероятно. Представь, что это война еще. Если бы еще не знать, что идет война. У вас сегодня есть уверенность, что Украина победит? Она у меня никогда не заканчивалась. Вот в чем все дело. Даже когда было ужасно настолько, что мало кто верил, что эта война не приведет на первых неделях и месяцах к захвату Киева, прекращению вообще украинской государственности, я всегда говорил, что все будет хорошо. Несмотря на все сложности, несмотря на все беды, на жертвы, на войну и все остальное, я считаю, что да, Украина останется, ей уже ничего не грозит. Я могу разложить это на составляющие. Я могу сказать, что 30 лет независимости, реально вот такой независимости, они все равно, несмотря на все издержки, на все беды, что там армии невозможно было создать нормальным, все распродали, коррупцию, еще что-то. Но Украина состоялась как государство. Вот тебе говорят, она не состоялась как государство. Ну как же она не состоялась как государство? Конечно. Она состоялась как самостоятельное государство? И если бы не агрессия и вмешательство соседей, то она бы продолжала существовать как государство. Слушайте, отправляю все государственные функции, историческую миссию осуществляю свое. Национальное строительство. Ну как же не состоялось-то? Еще как состоялось. Наоборот, состоялось. А иначе почему же она не проиграла? В войне. Почему она не проиграла? Вы остаетесь оптимистом. Я остаюсь реалистом, но таким реалистом, который лучше оптимиста. Редактор субтитров А.Семкин